Всех приветствую студию Крылаев ТВ и у нас с итогами недели сегодня политическими итогами и не только Василий Вакаров, привет Василий Васильевич. Добрый день Андрей. Ну и сразу к делу, на ваш взгляд какие основные тренды, тенденции наметились, как вот вам представляется за последние недели даже уже, не одна неделя. Ну поскольку сегодня не только заканчивается неделя и заканчивается первый квартал, да, то есть у нас конец марта. Хотелось бы конечно, чтобы уже весна наступила, но в Киеве, к сожалению, еще и снег и мороз здесь небольшой, но надеемся на то, что будет тепло, а в принципе, когда разговариваю с людьми, с близкими, родственниками, все говорят о том, об обыденных вещах и мне кажется, что вот этот вот то, что называется реальная жизнь, невзирая на антитеррористическую операцию, невзирая на то, что некоторые называют войной, люди все-таки обсуждают между собой простые вещи, а уровень жизни в Украине простых людей и когда мы в том числе обсуждаем эту тематику, люди обычно, ну по-простому спрашивают друг друга, а какая у тебя зарплата, а сколько ты можешь на эту зарплату купить товару, услуг, а можешь ли ты там оздоровить своих детей, можешь ли ты там, скажем, помочь больным своим родственникам и ответы на этот вопрос однозначные или почти однозначные, по крайней мере из той информации, которую я обладаю, люди рассуждают и сравнивают уровень жизни, который был у них в тринадцатом году и который сейчас в восемнадцатом, а этот вопрос очень важен и для политиков тех действующих, которые есть и для политиков, которые мечтают попасть там в парламент или стать президентами, поэтому эта тематика на сегодняшний день будет основной, в том числе и то, что, знаете, называется в политическом сезоне обещание, то есть политики новые обещают, старые рассказывают о своих каких-то подвигах, а по сути, если мы возьмем, скажем, вот эту величину, заработная плата простого человека в Украине, то средняя заработная плата в тринадцатом году, хочу просто напомнить, была порядка трех тысяч двухсот тридцати гривен, что по курсу на то время доллара США составляла чуть больше 420 долларов, то есть средняя зарплата, человек мог за эти деньги купить товар, купить продукт. На сегодняшний день средняя зарплата по Украине чуть больше 7100 гривен, что по валютному курсу составляет порядка 240 долларов, то есть приблизительно в два с половиной раза люди в Украине, с одной стороны, как бы получают больше денег, а с другой стороны, на эти деньги они могут купить меньше товаров, меньше продуктов, меньше услуг получить. Почему что уровень потребительских цен за этот период времени с тринадцатого по восемнадцатый год на двести сорок процентов вырос? Иными словами, гражданин Украины за сто гривен сегодня может купить продуктов, товаров или получить услуги ровно в два с половиной раза меньше, нежели он мог это сделать в 2013 году. И каждый из политиков, пытаясь объяснить эту ситуацию, не может доказать одну простую вещь, а люди почему и не верят политикам ныне действующим? Потому что на вопрос людей, простых людей, почему так случилось и кто в этом виноват, ныне действующие политики рассказывают все, что угодно, а люди обвиняют в этом власть. Когда политики ныне действующей власти объясняют простым людям, что, знаете, вот у нас война, у нас война, у нас такое положение, они врут. А люди обычно понимают, что у нас войну-то кто развязал? Войну развязала ныне действующая власть. Да, но есть версия официальная, что все-таки ее и развязал, и поддерживает, и как-то вот продолжает страна-агрессор, Россия, и мы тут все обороняемся, штаб же у нас создан оборону. В 19-м году те люди, которые нынче находятся у власти, они были соорганизаторами тех волнений, они были на Майданах, они были лидерами, и получив власть, что они сделали? Они развязали эту войну. Безусловно, войну поддерживают разные силы. С одной стороны, в том числе и агрессор Российской Федерации. С другой стороны, когда власть говорит, коррупция виновата, плохой жизни, опять-таки власть врет. И люди простые, обычные люди понимают это. Почему? Потому что власть не борется с коррупцией. Власть крышует коррупцию, и власть наживается на коррупции. С третьей стороны, когда власть говорит людям, объясняя плохое положение и низкий уровень жизни, тем, что, а вот у нас кризис, кризис. Мы проводим реформы, но у нас кризис пока в стране. А кто организовал этот кризис? Этот кризис организовал опять-таки власть. И вот отсюда мы делаем вывод, что власть не имеет ответов на простые, не имеет ответов на простые вопросы людей, обычных людей. Почему уровень жизни такой плохой? Не имея ответов на эти вопросы. Что делает нынешняя власть? Особенно это проявилось в марте месяце, и это стало основным трендом. Этот тренд будет действовать на протяжении всего политического сезона до выборов в следующем году. Этот тренд называется охота за ведьмами. Когда на прошлой неделе Верховный Совет фактически двумя-тремя голосами, двух третий голосов проголосовал за то, чтобы привлечь к ответственности Савченко, то есть была показана коалиция, то есть союз между властью и оппозицией, и две трети состава Верховного Совета проголосовала, что Савченко виновна. 268 человек проголосовали за то, что она должна быть арестована. То создался в нашем политикуме некий консенсус, почему я говорю о тренде, о том, что надо искать виновных. Надо искать виновных в том положении вещей, которые есть. Но власть ищет виновных в среде, называя их сепаратистами, называя их террористами или называя их, как это уже говорит генеральный прокурор, организаторами того, что могло быть в нашей стране, то есть в столице города Киеве, массовые террористические акты со стороны неких сил. Савченко, которую посадили на сегодняшний день, да, она идет в суд, над ней ее генеральный прокурор, скажем, пребывая на одном из каналов, одного из олигархов в Украине, он сказал, что она и Рубан являются всего лишь исполнителями возможного террористического акта. Они являются всего лишь исполнителями возможного, возможных убийств или покушений на жизнь политических лидеров и лидеров государственной страны. Они являются всего лишь инструментами того, что называется свержение конституционного строя в Украине. А вот дальше он говорит о том, что он убежден, что в Украине есть некий мозговой центр, который разрабатывает эти все операции, который готовит эти все возможные террористические акты и который готовит свержение конституционного строя в Украине. В конце своей речи... Как я сказал про центр, да? Какое-то подполье? Абсолютно. Он так и сказал, что у нас в Украине есть некий мозговой центр. Он говорит, я убежден. В конце своей речи генеральный прокурор Украины Луценко говорит, у меня нет доказательств. Мне нужны факты. И я призываю всех, в том числе и нас с вами, консолидироваться вокруг поиска врагов Украины, осудить тех исполнителей, которые уже с его точки зрения есть. Ну и, соответственно, дать бой врагам Украины, чтобы они по-простому не прошли. Господин Луценко своим вызванием и своими такими высказываниями говорит о том, что он говорит от имени всей власти. Он говорит, именно он отвечает простым гражданам Украины. Вы не будете жить лучше. Мы не будем повышать вам зарплаты. Вы за свои зарплаты не будете жить лучше. У нас сейчас время поиска врагов. Давайте мы сплотимся и найдем все. А кого же он пытается, кого он хочет найти? Или кого он указывает? Или кто ему указывает на ныне действующих врагов? Я внимательно посмотрел и социальные сети, и прессу, которые, скажем, отзывы на речи господина Луценко и призывы его. И обнаружил, что одни из ведущих лидеров общественного мнения, или мы их по-простому называем парохоботы, или господин Павел Нус, или господин Тараш Черновилл, и же с ними, они утверждают об одном. Они говорят о том, что понятно, что Медведчук виноват, понятно, что украинский выбор виноват, но они предлагают Луценку идти дальше. Тараш Черновилл рассказал о том, что лидер политической силы Батьковщина Юлия Тимошенко, пребывая в Израиле, по его сведениям, встречалась с олигархом Коломойским, и они замышляют что-то неладное. А господин Нус говорит о том, что у партии Батьковщина есть политики, депутаты Верховного Совета, которые действуют от имени Медведчука и по его квоте получили. Таким образом, эти два человека утверждают, что центром, возможным центром дальнейших разработок вот этих всяких нехороших вещей в Украине является Юлия Тимошенко и партия Батьковщина. И они предлагают Луценку двигаться дальше. Вот, пожалуйста, ищите, доказывайте. Знаете, Андрей, вот этот тренд, который сейчас исполняет в Украине Луценко, ну он тоже непростой исполнитель, под ним же есть руководитель службы безопасности Грицах и руководитель военной прокуратуры Матиос, в своих поисках, в своих прыти, они же могут доказать, ну практически все, что угодно. Они не могут доказать, но они могут поймать и посадить любого человека у гражданина, не имея на это доказательство. А это то, что называется на сегодняшний день, я бы назвал в Украине, что люди, ныне действующие политики, не имея ответов гражданам на их простые вопросы, будут заниматься и в дальнейшем не просто преследователем возможных террористов, а то, что называется политическими разборками, или то, что называется сведение счетов с политиками, конкурентами на вот этих выборах. Ведь ни для кого не секрет, что у Луценко есть президентские амбиции, ни для кого не секрет, что у Порошенко есть президентские амбиции, но еще есть десяток человек, которые уже заявили о том, что хотят быть будущим президентами Украины. Ведь, смотрите дальше, если мы будем говорить об этом политическом тренде, как он будет развиваться, какие ролевые игры, кто будет его поддерживать, то мы можем прийти безусловно к тому, что, и очевидно об этом говорят уже и те лица, которые я рассказал, что заказчиками всех этих событий, которые в Украине на сегодняшний день есть, которые были, что касается Саакешвили, все эти заказчики находятся в Российской Федерации. Они называют фамилии Януковича, они называют других фамилий, но рано или поздно все это приведет к тому, что основным заказчиком таких действий в Украине является президент Российской Федерации Путин. Понимаете, дело в том, что если еще охарактеризовать, я бы в двух словах охарактеризовал саму позицию Луценко и его личность. Человек, который прошел два Майдана, человек, который был министром для них дел, потом он сидел в тюрьме, и в его голове родилась такая мысль о том, что в Украине есть некий мозговой центр, а, знаете, ни к чему хорошему это не приведет, потому что, ну, если такие мысли есть у генерального прокурора, если такие мысли есть, а это не просто мысли, а уже под его мысли работает Служба безопасности Украины, то мы можем зайти, знаете, не то, что в события, которые в истории знакомы всем по там 33-37 году, да, в фашистской Германии, или то, что были события в 37-м году в Советском Союзе, да, когда преследовались неугодные и когда бросались в тюрьмы абсолютно невиновные люди. И в моих словах я, понимаете, не хочу быть, уподобаться тому же НУСу или тому же Черновиллу и бездоказанно рассказывать такие мысли, или бездоказательно рассказывать такие мысли. Я хочу сказать, что у господина Луценко есть еще мотив совершенно другой, совершенно третий в тех действиях и в преследовании своих оппонентов. Известно, что существует два уголовных дела, которые расследуются на сегодняшний день в Национальном антикоррупционном бюро Украины. А по незаконному обогащению Луценко и по тому, что он в декларациях указал неправедную информацию, информацию, которая скрывает его доходы. Эти уголовные дела и уголовное преследование Луценко идет уже больше полугода, и не так давно руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкий объединил эти два дела в одно. В конце прошлой недели, в 20-х числах, господин Холодницкий был в Евросоюзе, на одном из форумов, на одном из круглых столов в Брюсселе, где он заявил о том, что он обнаружил у себя в кабинете жучок, то есть прослушивающее устройство. И это прослушивающее устройство установили неизвестные ему люди, но, как он выразился, из санкции его руководителя, генерального прокурора Луценко. То есть, о чем идет речь? Идет речь о том, что антикоррупционное бюро под руководством специализированной антикоррупционной прокуратуры, подозревая Луценко, ведут против него следствие, собирает доказательства, а господин Луценко расподелился установить этот жучок у кабинета Холодницкого, чтобы смотреть, как идут дела. Поэтому сама власть эта в лице, безусловно, под руководством Порошенко и того же Луценко, она сама по себе демонстрирует обществу свои страхи, свои фобии и то, что называется преследование. Что же касается госпожи Тимошенко и тех фактов, которые рассказывают лидеры общественного мнения, знаете, в Европейском Союзе на сегодняшний день и вообще в мире есть такая фраза, называется «highly likely». То есть, эта фраза, которую использовала Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании, когда утверждала, что отравление Скрипаля и его дочери в Великобритании осуществила Российская Федерация, спецподразделения, некие спецподразделения, некие силы Российской Федерации. Не имея доказательств, она сказала эту фразу «highly likely», то есть вероятность, очень высокая вероятность того, что это произошло. Следующим этот термин сказал, произнес один из руководителей Европейского Союза, который, когда его спрашивали, будут ли высылать дипломатов до страны Европейского Союза, он тоже сказал, что есть информация «highly likely», что действительно Россия может быть к этому причастна, поэтому мы вынуждены отослать дипломатов. К отсылке дипломатов я предлагаю вернуться позже. Так вот, эти наши деятели местные, в том числе и генеральный прокурор Украины, используют этот термин «highly likely» в своей борьбе против своих политических оппонентов, не имея доказательств, нам, обществу, демонстрируются некие фильмы, нам, обществу, демонстрируются некие записи, которые нам передаются и внушаются, что это уже доказательства. И над нами работают правоохранительные органы с целью того, чтобы мы им поверили уже, понимаете, без экспертиз, без решений судов, нам навязываются мысли о тех мнимых террористах, о тех мнимых руководителей, о тех, кто, оказывается, расшатывает ситуацию в нашей стране. Когда я, знаете, изучая, анализируя ситуацию, подумал, я задал себе вопрос, послушайте, а чем вообще занимается Юлия Тимошенко на сегодняшний день? Ну вот, была она в Израиле, я смотрел фотографии, что действительно она была в Израиле, она встречалась с руководителями, духовниками мира, православной церкви, и тут же, когда Черновол, используя эту информацию, что лидер партии Батьковщина был в Израиле, пришивает сюда мнимые, знаете, конспирологические вещи, о том, что она там имела встречу с Коломойскими, и они там что-то организовывают, то вот это и есть, знаете, показатель того, highly likely, вот у нас, что вот есть факт, а есть к этому припущение, как он говорит у себя в Фейсбуке. Из этого можно состряпать фейковую информацию, которая, опять-таки, навязывается нашему обществу. Потом я посмотрел сайт партии Батьковщина, где я узнал для себя достаточно много нового о деятельности лидера, в частности, то, что мне подошло и мне, как гражданину, понравилось, что есть некая, есть деятельность кандидата, есть деятельность политика Тимошенко, есть деятельность лидера оппозиции в том, что называется создание некой новой аграрной политики. Некая новая аграрная политика, с ее слов или со слов ее команды заключается в том, что нам необходимо экспортировать, нам, я имею в виду Украине, не сырье аграрного бизнеса и аграрной продукции, а перерабатывать его и экспортировать то, что называется продукт с добавочной стоимостью, чтобы получать больше в бюджет денег. Нам необходимо создать условия для фермерства, для средних предпринимателей, для того, чтобы они... Условия это что? В первую очередь это дешевые кредиты. Ну и так дальше. Там есть несколько, 3-4 пункта. Более того, мне симпатичен сам механизм, как это осуществить. Если я критически отношусь к программе или к пункту программы деятельности Тимошенко, то, понимаете, сравнивая ее видение, это уже программа, это некое предложение, это некое будущее, по крайней мере, похожее на некую системную деятельность политической силы, которая говорит нам, как она собирается действовать. И если сравнивать вот эти highly likely Порошенко, Луценко и их вот этих ломов, и то, что предлагает Батьковщина, то мне ближе, и я больше верю в эту программу и возможность этих действий. Когда у нас на позапрошлой неделе сначала инициатива о высылке дипломатов была от Великобритании, затем к этому подключился, этот вопрос осматривался, вопрос, я имею ввиду, отравление, возможно, отравление отца и дочери Скрипалеев в Великобритании, рассматривался на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, ни к какому решению Совбез не пришел, дальше уже принимали решение странно отдельно, высылать дипломатов, не высылать. Здесь Украина отличилась, с моей точки зрения, ну, как, знаете, вот у нас, как у каждой страны, есть три варианта ответа на такого рода события. Первый, как поступают некоторые страны, не верить этой информации, а доверять фактам, как это высказал, например, Австрия, Словакия. Если будут факты, будут доказательства, действительно, мы будем действовать. Либо поступить нейтрально, знаете, а мы хотим дополнительной информации, мы хотим разбираться, есть очень многие страны мира, которые так поступают. А мы же оказались перед две планеты всей, мы выслали из числа, я имею ввиду, европейских стран, мы выслали, мы, Украина, выслали 13 дипломатов, работающих, то есть, в российском посольстве, мы выслали их в Россию. За день до этого, самое смешное, что за день до этого, Ирина Герасченко, заместитель представителя Верховного Совета, на вопрос, будете ли вы высылать дипломатов, чтобы поддержать все европейское сообщество, Герасченко сказала, нет, мы не будем высылать. Почему на вопрос, уточняющий, вы не будете, одного из журналиста, она ответила. Дело в том, что у нас в Российской Федерации сидят очень много политических заключенных, десятки. И мало людей, у нас и так дипломатические отношения находятся почти на ноле с Российской Федерацией. Зачем нам еще высылать россиян, они же в ответ отошлют наших дипломатов. И кто будет заниматься защитой наших политических заключенных? Ну, логически, как бы. И вот на следующий день, ровно в пику Герасченко принимается решение, у нас понятно, кто принимает решение, Петро Порошенко, поскольку это его преференция, поскольку он отвечает за международную политику. И мы отсылаем 13 дипломатов. А вопрос к Порошенко. А кто будет заниматься действительно политическими заключенными и людьми, которых преследуют в Российской Федерации? Ответ очень простой, Андрей. Никто. Так вот, это ответ на вчерашний день. Но вот эта высылка дипломатов, почему я считаю, что это вопиющий, бездарный, безграмотный шаг, который принят нашим политическим руководством, в первую очередь Порошенко. Знаете, ему кто-то позвонил, и он поднял лапки, сказал, сколько нужно человек, 13? Ну, он был, отправил, сколько бы ему сказали. Почему я считаю, что это бездарным и вопиющим? А знаете, в этом месяце прошли выборы президента Российской Федерации, на которых официально победил действующий президент Путин. Украинская власть сделала все для того, чтобы граждане Российской Федерации, которые проживают в Украине, не могли проголосовать. То есть, запретили, заблокировали... Не власть там какие-то силы, которые с властью ассоциируются... Смотрите, я же, прежде чем говорить, могу... Я, прежде чем говорить, изучаю этот вопрос. Уточните, пожалуйста, уточните. Значит, вопрос о том, что россияне не смогут проголосовать в посольствах и представительствах, озвучил министр внутренних дел, член ныне действующего правительства Аваков. В Фейсбуке? Он озвучил это в Фейсбуке еще за месяц до выборов. Дальше я был свидетелем того, я был у посольства Российской Федерации и видел, как организовывались выборы. То есть, я видел, как стояли переграды, как стояли вот эти сетки, рамки с сетками, которых выставила коммунальная власть, то есть, которые выставили коммунальные предприятия, служащие коммунальные предприятия. Я видел там присутствие национальной гвардии, я видел там присутствие полиции, это подразделение Министерства внутренних дел, то есть, это официальная власть. И я видел там небольшое количество национальных дружин, представителей свободы или националистических организаций. Поэтому это власть приняла решение такое. Но Насгвардия пропускала людей в эти магнитики? Так вот, никто не пропускал, потому что они стояли там вместе. Стояли представители национальной гвардии, национальной полиции и национальных дружин. То есть они стояли все вместе в маленьком коридорчике, который вот, скажем, там сколько, 2 метра было. Вот они стоят мужики в формах. И когда граждане Российской Федерации проходили, они их не пропускали физически. То есть вот эти элементы... А в Кольеве другие города, это же какие-то коридоры позора были. В Харькове, в Львове и так дальше. То есть, иными словами, ныне действующая власть запретила выборы для граждан Российской Федерации президентов в Украине. А реакция Российской Федерации была довольно асимметричной. Сам Путин, новый избранный президент Российской Федерации, сказал так, что мы не будем уподобаться власти Украине. А граждане, которые приезжают к нам на работу или которые проживают в Российской Федерации, мы сделаем все для того, чтобы выборы прошли здесь и все было нормально. Это очень принципиальный вопрос. А вот эти два момента теперь состыковываются воедино. Высылка наших дипломатов, высылка, вернее, дипломатов Российской Федерации с территории Украины, в ожидании на то, что Российская Федерация отошлет к нам обратно дипломатов, Украинских дипломатов, приведет к тому, что некому будет работать в консульских учреждениях Российской Федерации. И ныне действующая власть добивается того, чтобы эти консульские учреждения или любые дипломатические учреждения были закрыты, чтобы у них никто не работал. Таким образом, следующие выборы, которые будут президентские в Украине, на территории Российской Федерации некому будет проводить, некому будет обеспечивать. То есть власть, ныне действующая украинская, хочет достичь следующего. В Крыму граждане Украины не будут голосовать, на востоке граждане Украины не будут голосовать, и они хотят привести к тому, чтобы граждане Украины, которые будут пребывать на территории Российской Федерации в следующем году, не смогли физически проголосовать. То есть Порошенко абсолютно начхать, кто как живет. Ему главное избраться. И если, ну, потенциально, знаете, как власть думает нынешняя украинская, потенциально люди, которые, зарабетчане, которые ездят в Российскую Федерацию, они же там слушают, они могут проголосовать против меня. Поэтому зачем им давать право голосовать? Но это мои предпосылки. Это мои предпосылки, и я думаю, я просто логически размышляю. Закончив тот момент, который у нас проходит в Украине, ну, с моей точки зрения, да, вот тренд охоты на ведьм, и тренд, и вот эти позиции, которые мы проиграли, я имею в виду, мы как Украина проиграли в связи с высылкой дипломатов, я думаю, что мы проиграли еще в одном, и на этом тоже хотел цитировать внимание. Невзирая на политическую ситуацию, невзирая на то, что Германия тоже выслала дипломатов Российской Федерации с Германией, невзирая на это, и правительство, и земли, федеративные земли Германии, стопроцентно все субъекты, от которых зависело это решение, дали право строительства Северного потока-2 с Российской Федерации на территорию Германии. Знаете, политика-политика, ну, такая, а вот реальные деньги и реальная экономика, она должна работать. То есть, как и прогнозировали очень многие эксперты, с апреля месяца начнется строительство газопровода Северный поток-2, и никто, и ничто этому уже не помешает. Что же будет с газотранспортной системой у нас? Каким образом мы будем обеспечивать, мы, я имею в виду граждане Украины, обеспечены газом после 2020 года, никто не знает. Но прогнозы и сценарии, которые говорят многие эксперты, в том числе и я, о том, что у нас будет труба, но газа не будет, они, к сожалению, с каждым днем, вероятность их с каждым днем такова, что они сбудутся. Почему? Потому что март месяц заканчивается, и мы знаем о том, что Газпром, российский Газпром, выступил с инициативой, сделал предложение официальное руководству НАК нефтегаза Украины о разрыве контрактов, всех контрактов на поставку газа и на поставку транзита и транзита по территории Украины, которые есть на сегодняшний день. Этот этап переговора начался. То есть мы не видим каких-то мирных соглашений, мы не видим какого-то развития событий положительного, мы видим наоборот все действия государственной компании НАК нефтегаза, а государственная компания НАК нефтегаза на 100% принадлежит правительству Украины. То есть это позиция правительства, мы видим позицию правительства Украины для того, чтобы расторгнуть, для того, чтобы не то, чтобы расторгнуть все отношения, не то, чтобы заблокировать любые экономические отношения, а мы даже не пытаемся договариваться с Российской Федерацией о том, что после 2020 года мы будем все-таки действовать. Мы идем на разрыв всяческих отношений с Россией, в том числе и то, что касается поставки газа Газпрома европейским потребителям с 2020 года. Хочу просто напомнить, что в этом году мы транспортировали больше 90 миллиардов кубов газа и за эту услугу мы получили около трех, цифру надо уточнить, миллиардов долларов денег прибыли в казну. То есть мы добровольно отказываемся от этого. Ну и напоследок было принято решение тем же самым правительством Гройсмана о разрыве экономических отношений у нас был блок целый блок договоров между Российской Федерацией и правительством Украины заключенным еще предыдущим правительством. Мы их расторгаем. Ну и напоследок господин Климкин, министр иностранных дел заявил о том, что МИД Украины готовит проект решения о расторжении большого договора, который у нас действует между Украиной и Российской Федерацией. Напомним всем, что к октябрю месяцу у нас заканчивается срок действия этого договора и мы должны определиться. Мы продлеваем или не продлеваем? Мы расторжили. Никакого не будет, просто дождемся, когда он закончит действие. Но, как сказал Климкин, вариант, который они готовят, о расторжении. То есть так будет звучать, как расторжение, да? Безусловно. Потому что, понимаете... Документ о расторжении какой-то будет? Ну, если мы не будем продлевать, продлевать его, то там так по закону написано, что если стороны официально, так в договоре написано, если стороны, ну, к примеру, до 1 октября не пишут о расторжении, тогда договор автоматически продлевается еще на 10 лет. Поэтому необходимо, чтобы была у нас позиция украинская. что там вот за договоренности остались такие нерасторгнутые, наверное, о Черноморском флоте базирования российского, да, в Крыму. Еще там какие-то позиции, которые сами собой уже расторгнуты. Безусловно, потому что они по факту уже как бы действительно не действуют, поскольку ну, Черноморский флот, он расширил свое базирование на территории всего Крыма. Расширил, да. Я думаю, что охарактеризовав теперь наши отношения с Российской Федерацией, надо посмотреть, а какие же у нас или как отношения другие, которые происходят в мире, могут отразиться на нас, на Украине, на гражданах Украины в ближайшее время. Да, одна ремарочка, такой вопрос, по поводу того, вы подробно рассказали, как все-таки реагировать будет вот там вступление, я так понимаю, что президента России и Путина, что мы не будем мешать голосовать украинцам, никаких, асимметричных ответов не будет, то есть тут сорвали, мы выборы президента России, но это не помешало нам стать президентом, а в России украинцы смогут проголосовать, да? Вот просто несколько, буквально, может, ваших замечаний, как на ваш взгляд, что планируют или как себя представляют, ну, мы не гадаем здесь на кофейной гуще, да? Но какую-то логику вот вы выстраиваете, и здесь, наверное, тоже можно основать в каких-то фактах на очередности выстроить некую логику действий России, администрации российской и путинской администрации по отношению выборов на востоке, вы назвали, вот, Украины, которая сегодня не подконтролена, да? То есть, кроме того, что там есть, ну, скажем так, персонифицированный сепаратизм в виде этих лидеров, которые все же контролируются Россией, как-то, я не знаю, как, но можно, так сказать, на этот счет не просто гадать, а довольно уверенно говорить, что если в Луганске как бы слетел там товарищ по фамилии, который нам совсем не товарищ, То раз, назначен другой такой, не товарищ, да? Если там какие-то были трения, то вот можно проследить с момента, как вы сказали, что развивало правительство наше войну, можно с этим соглашаться, потому что таки были на территории этих неподконтрольных сейчас нам районов до всех этих котлов, до этих ужасных потерь, там 10 тысяч только официально, Какие-то действия, какие-то Гиркинов, какие-то казачков, какие-то людей, там, не знаю, засланные, не засланные, но там довольно много было таких людей, которые называли себя добровольцы, там, русского мира, или что они там творили, но ясно, что они точно не советскую власть там восстанавливали, да? Поскольку там и до сих пор такой нормальный, или как не очень нормальный, военизированный такой капитализм, частно, собственно, все это осталось. Поэтому, это просто, я немножко оговариваю сам, чтобы понимать, что что-то ретроспективно мы смотрим, вопрос о контроле или какой-то инициативе или отношению к выборам на неподконтрольных территориях Украины, вот именно администрации России, как вы думаете, что там? Давайте, так отвечу на ваш вопрос, Андрей, ну, есть, мы знаем все, что есть заявление нормандского формата, то есть, лидеров нормандской четверки о том, что, объявлении очередного перемирия. Перемирия, да, под Пасху, с 30-го числа, все прочитали, продавец. Да, безусловно, есть, это надо приветствовать. Читая и ознакомливаясь информацией, что происходит на Донбассе и от по линии ОБСЕ и в Фейсбуке, ну, скажу так, боевые действия продолжаются, то есть, обстрелы идут, СММ, СММщики все время фиксируют, наша сторона говорит о количестве раненых, о количестве людей, которые пострадали, то есть, такого, знаете, войны нету, но и мира нету, то есть, ситуация продолжается ни войны, ни мира. Продлили действия ОБСЕ, да, вы знаете о том, что дальше есть решение о продлении миссии ОБСЕ, а вот, что касается выборов на Донбассе. На той части, которая не подконтрольна, да, ну, включая... Да, давайте будем говорить выборов на территории ДНР и ЛНР, она как-то по закону... Последний закон как там называется? Временно окупованное? Окупование, да, темчасо окупование территории, и там есть российские администрации в Шестаке. Надо бы до конца, до конца. Все-таки юрист, надо бы точно прочитать эту формулу. Не скажу, да. Так вот, на этих неконтролируемых территориях, если мне не изменяет память, последними, последние заявления, одни из последних заявлений лидеров этих территорий было то, что осенью этого года они собираются провести выборы. Сами проведут, да? Они собираются провести выборы тех самоповозвращенных республик. Никаких больше заявлений, по крайней мере, от них я не слышал, кроме того, что они готовятся провести выборы осенью этого года. С другой стороны, к нам собирается приехать представитель к нам, я имею в виду Украину, собирается представитель готовиться приехать Курт Волкер. Я видел его выступление в «Голосе Америки», где он рассказывал о том, что он собирается быть на линии разграничения, он собирается узнать информацию, которая из первых уст, что там происходит, но в своей речи он сказал, что я, естественно, хотел бы своей поездке приблизить к каким-то реальным шагам по урегулированию этой ситуации, но очень многое, если не все, зависит от Российской Федерации. Поэтому это вторая позиция. Теперь позиция администрации или то, что говорят политики в Российской Федерации. Инаугурация Путина, которой, скажем, все готовятся и приближается она в мае месяце. Ну, понимаете, нельзя не сказать о том событии, которые, к сожалению, для меня, как для человека, произошло в Кемерово на территории Российской Федерации в одном из кинотеатров, где погибло... В торговый центр там... Да, где погибло уже, скажем, больше 64 человек или точной цифры еще нет. Я лично соболезную и скорблю и разделяю скорбь с теми людьми, которые там погибли. А что касается заявлений администрации Российской Федерации о возможных выборах в ДНР и ННР, никакой информации нет. Если нету новой информации, то есть информация та, которая была. Знаете, никто из политиков Российской Федерации не отреагировал на заявления руководителей непризнанных республик о возможном проведении выборов у них осенью этого года. То есть, если по тому сценарию, который рассматривает наша украинская власть, у нас проходит антитеррористическая операция, она не закончена, но у нас создан оперативный штаб, у нас есть главнокомандующий этого оперативного штаба, и главнокомандующий оперативного штаба заявил, что он разрабатывает операцию по реинтеграции Донбасса, до этой операции будет у нас осуществляться антитеррористическая операция, когда будет назначена дата операции, зависит от команды, от указа верховного главнокомандующего Порошенко, о выборах на территории Донбасса он тоже ничего не говорит, а на выборах естественно о непризнанных республиках. То есть, знаете, все готовятся к чему-то, все готовятся, есть сценарии о введении миротворцев ООН на территорию разграничения или на всю территорию, но об этих сценариях последние недели-две я ничего не слышал. Да, были разговоры в феврале месяце, были разговоры в начале марта месяца, было даже в прессе информация о том, сколько будет там представителей ООН, какие стран, но за последние две недели об этом мало кто говорит или никто не говорит подпуск. Но это должно предшествовать выборам, наверное, Безусловно, поскольку, а теперь по логике вещей, безусловно, без ведения миротворцев выборы нами и нашими партнерами украинскими не рассматривается. те выборы, которые будут там, если они будут проведены лидерами непризнанных территорий, они, скорее всего, не будут признаны. Но, знаете, строить здесь какие-то версии можно, так вы говорите, логику какую-то мы можем видеть, что в начале должны быть миротворцы, миротворцы должны определенное количество, несколько месяцев, то есть, приступить к работе, развернуться, осуществить мероприятие именно миротворцы, я имею ввиду сначала и те люди, которые сейчас есть ОБСЕ и миротворцы ООН, должны сознать условия или предисловия для того, чтобы была возможность проведения выборов на территории непризнанных государств. Здесь есть два вопроса, опять-таки, по заявлению наших политиков и наших экспертов, мы говорим о том, что Украина должна вначале получить доступ к границе с Российской Федерацией и лишь только потом провести выборы. Даже уже в этом сценарии есть несколько вариантов. А есть некоторые части экспертов, которые говорят, что нет, давайте, даже если будут миротворцы, то миротворцы подготовят ситуацию, будет, естественно, агитация, все будут выборы и только после этого доступ к границе. А еще раз подчеркиваю, Андрей, что, понимаете, очень сложно сейчас кому-либо из официальных лиц Российской Федерации выступать в поддержку или в критику того или иного сценария. Поскольку у них есть легитимно избранный президент, а все остальные, то есть весь истеблишмент, я имею ввиду официальный истеблишмент министра иностранных дел Российской Федерации, премьер-министр Российской Федерации, они не знают, останутся они дальше у власти или они будут сменены. А официальный представитель Мария Захарова, которая в основном пресс-секретарь официальной от Российской Федерации, она в основном сейчас комментирует отношения по высылке дипломата, по подготовке ответа с стороны России, они говорят о событиях, которые происходят, скажем, в Китае, в Северной Корее, об этом вопросе она ничего не говорит. То есть официальный истеблишмент международной политики Российской Федерации об этом ничего не говорит, ничего не комментирует. Я вот, Василий Ильич, просто еще подумал, что, конечно, мы сейчас с вами, наверное, должны были бы быстро найти при помощи наших гаджетов, которые мы отключили, чтобы не мешать нашей беседе, как точно сформулировано в законе, который предписал президент о деоккупации этих территорий квази-государственное образование с некой временной администрацией, которая самопровозгласившаяся, и, скорее всего, ну так, навскидку, это все же республикой не назовешь, даже там самопровозгласившаяся, потому что, ну, республика, это понятно, там, мы знаем какую-то арбовладельческую республику, знаем буржуазную республику. По форме правления и по государственному строительству. Скорее всего, это такая, все же, ну, понятно, это сепаратизм и некая военная диктатура, да, то есть, где местное население, граждане Украины, которые сейчас непонятно по каким документам живут, может, там какие-то им выдают справки, может, паспорта уже печатают, они, есть же там деньги заказать это, я пока не видел этих документов, ни разу можно там посмотреть, наверное, тоже в интернете где-то. Знаете, я, по крайней мере, читая информацию СММ, имеется в виду ОБСЕ, они фиксируют, например, количество автомобилей, вот они пишут, что там с номерами украинскими, с номерами российскими или с номерами ДНР или НР. Свои номера у них есть, с ГАИ. Да, есть у них свои ГАИ, у них есть Министерство государственной безопасности, у них есть свои ГАИ, у них есть свои номерные знаки, соответственно, если есть номерные знаки, то мы можем с вами предположить, что есть и паспорта, или некие другие документы, которые находятся на руках у граждан, у людей, которые там проживают. Продолжить этот перечень и, конечно, там выдаются свидетельства о рождении, свидетельства о выкончании школы, каких-то вузов, свидетельства о смерти, которые, в общем-то, не так легко, я так понимаю, что легализовать в Украине даже, но главное, права человека предполагают, что все-таки граждане Украины должны пользоваться всей полнотой прав, начиная с пенсии и заканчивая всем остальным. Если мы говорим о выборах, давайте немножко коснемся еще о реальном положении вещей или о реальной жизни людей, которые там проживают. Да, нет у нас информация ежедневная, она не освещается, эта жизнь, и я в основном черпаю эту информацию из социальных сетей или друзей, которые, скажем, приятели, которые у меня были, которые, скажем, имеют более достоверную информацию. Так вот, люди, которые там живут, люди, которые там живут, ну, вот вы сказали, по документам, по пенсиям, люди, которые там живут, они, ну, понимаете, четвертый год уже идет антитеррористическая операция. Мы уже переименовали ее, она уже окончилась. Сейчас начинается другая фанта, как это по-другому называется. все-таки, вот этот командующий у нас оперативным штабом, он говорит, что у нас антитеррористическая операция еще идет, а планируется операция по реинтеграции. Поэтому пока еще, на сегодняшний день, тут мы с вами юридически и правом поле абсолютно четко говорим, что антитеррористическая операция у нас еще идет. Так вот, люди, которые там живут, это уже четвертый год идет, они, знаете, то, что называется приспособились, и то, что называется, начали искать способы выживания. Вот, один из фактов говорит о том, что люди, которые там живут, они получают от государства Украины пенсии. Это действительно так. Но есть факты, которые говорят, что эти люди получают пенсии и от других органов государственной власти. Я не буду спорить, не буду утверждать, что это ДНР или это Российская Федерация, но от других. Это первое. Второе. Все-таки людям оказывается гуманитарная помощь. И слава Богу, что людям оказывается гуманитарная помощь с разных сторон, не только с Российской Федерации. И люди получают определенные пайки, подсолнечное масло, муку, сахар, гречку и так дальше для того, чтобы они жили. Третье. Люди, которые там проживают, они у них на вот этих территориях тарифы на жилье, на коммунальные услуги меньше, чем в Украине. Да. Да. Рассказывают очень много о том, что прежде чем попасть, для того, чтобы попасть на эти территории автомобильным транспортом или пешком или для того, чтобы приехать обратно, это сплошная коррупция, это сплошное, ну, знаете, я бы не сказал, что это коррупция, но это просто оббиралка какая-то, потому что там, там говорят, чтобы проехать там 10 метров, нужно 200 гривен заплатить, потом 400 гривен, потом 600, потом обратно, то есть, там по 4, по 6 блок по 100, то есть, чтобы попасть с территории Украины на территорию непризнанных государств, там нужно пройти несколько, до 10 контрольно-пропускных пунктов, понимаете, 4,6 с нашей стороны, на 4,6 с нашей стороны, где все только платят, платят, но я о людях, так вот, которые там живут, они выживают, они ужились, они прижились, и теперь, естественно, для того, чтобы, я себе только представляю, а вот недавно я услышал информацию о том, что украинский канал начал ретрансляцию на территорию Крыма, на территорию той части Донбасса, то есть, и как там провести выборы, реально, вот мы говорим о правах, и мы говорим о праве человека на выборы, да, а как, кого ему выбирать, то есть, каким образом организовать там выборы без пропаганды, без агитации, без информации, но это, я не знаю, сколько времени нужно пройти, а может быть, даже и годы, для того, чтобы люди начали, скажем, осознавать, что наступил мир, дальше, чтобы люди получали информацию о том, о политических силах, чтобы они разобрались, и только после этого голосовали. Андрей, мне представляется, что до 2019 года, то есть, мне представляется, что выборы в 2019 году и президента, и парламента у нас в стране будут такие же точно, как были выборы в 2014 году в президенты и парламент, то есть, эти люди не смогут физически проголосовать на выборах президента 2019 года и парламента 2019 года. Буквально, вот еще, все-таки, о форме, так сказать, репрессивной организации общества, не только там в мире, но и на территориях, которые не подконтрольны Киеву сейчас, да, ОРДЛО, иногда вы называли эту аббревиатуру, ну, я говорю, что это такая, это квас государственное образование со всеми признаками государственности, то есть, ОРДЛО, кстати, Андрей, давайте так, это не ругательство, это расшифровывается очень просто, отдельные районы Донецкой, Луганской области. что эта терминология, она записана в Минских соглашениях, есть резолюция ООН, отдельные регионы Донецкой, Луганской области. Я просто к этому, буквально, уточнение понятно, и мы расшифровали это, что это отдельные районы такие, да, которые охраняются хорошо и изнутри тоже, да, то есть, люди живущие, между ними тоже охраняются. Они служат в армии специальные, которые имеют оружие боевое, которое поставляется, ну, допустим, не только из России, там, местные склады, может, где-то они уже изготавливают оружие свое, ну, я так немножко фантазирую, хотя, может быть, уже наложено производство, там, патронов, того, что даже у нас не отлажено. И, так или иначе, ну, вот, о чем идет речь, о правах человека, базовых правах человека, да, если это граждане Украины, а мы так всегда это повторяем, и не устаем повторять, и будем повторять, потому, что они приезжают на территорию Украины, те, кто нуждается, те, кто может приехать, это им создает всякие сложности, и стоят с другой стороны, чтобы они доехали, но они приезжают, получают свои пенсии, регистрируются и так далее. Известно, что какие-то люди, ну, какие-то граждане Украины, с территории, скажем так, подконтрольной, да, ездят туда даже лечиться, это тоже вот факт, и мы его не оспариваем, да, насчет там квартплаты и так далее, это тоже не тема, вопрос вот какой, вот, поскольку мы говорили о том, ну, чуть не сказал мудро, там организовано все в России, благодаря Путину, который будет инагрироваться в мае месяце, как все, как бы даже по видимости, но если несправедливо, то как-то так гармонично все это выглядит, да, то одна какая-то незначительная дисгармония связана с вот этой территорией, которая все-таки как-то связана с Россией, да, и вот вопрос, даже я просто такое, ну, рассуждение, если угодно, для наших слушателей, которые нас слушают отовсюду, что все-таки люди, живущие там, может, что-то напишут нам в комментариях, они испытывают, как и всякий гражданин любого, в общем-то, государства, не уточняю сейчас, который все-таки, вот, человек, он более бесконечен, чем гражданин государства, и не сводим человек, и личность, только гражданство, мы это понимаем. И в этом смысле есть, вот я сказал, что репрессивность, не в смысле даже каких-то, вот мы шутили, насчет постмодернизма, который себя сживает разных там, дискурсов и прочее, а есть некий, ну, просто, даже не страх, а давление, со стороны местных органов, власти, которые, абсолютно военная диктатура, без этого никуда не деться, со стороны Украины, оно как бы поддавливает, идеологически, понятно, что там, куда канал пробился, но можно поехать, и, если ты только не в списке, не знаю, каком там, миротворительстве, где-то еще, если ты не враг Украины, тебя не арестуют, ты можешь здесь, в общем-то, наверное, не только путешествовать, заниматься своими делами, получить пенсию, и есть еще, получается, кроме местного, вот этого давления, и вот такого, ну, пусть будет все-таки давление, без страха, хотя есть там страх, еще какое-то давление, со стороны России, или вот его нет, вот я думаю, когда шумят, и очень часто по российским каналам, очень так, ну, эмоционально, какие-то спикеры рассказывают, что, ну, это наши люди, ну, слова Путина, да, мы своих там не бросаем в беде, мы там помогаем, вы сказали, о гуманитарной помощи, или откуда не возьмись, там берутся какие-то деньги, наверное, продается что-то с той территории, да, то вот есть ли это давление, и как его переживать людям, которые граждане Украины, живущие на территории, которые не подконтрольны Украине, государству Украины, и еще вдобавок, вот местная администрация сказала, и какое-то давление страны России, вот каково характер этого давления, характер связи, зависимости от России, вот так бы, то есть, то есть, даже, я вот слушаю вас, где-то, скажем, четыре уровня, или четыре, скажем, стороны давления, да, осуществляется на этих людей, когда была война, когда были боевые действия, то местные, местные люди, которые там жили, говорили, что, ну, знаете, грабили все, то есть, давили все, и даже свои местные давили, ну, забирали, отбирали, мне кажется, что в Российской Федерации, в Российской Федерации нету у меня такого впечатления, знаете, что там все демократично, гладко и красиво. В Российской Федерации есть масса своих проблем, и даже выборы, те, которые были недавно президентом Российской Федерации, показывали, что, к примеру, уровень жизни россиян с 2012 года до 2018, давайте так, уровень жизни россиян, даже по статистике официальной и по заявлению того же Путина, да, уровень бедности в 2000 году был 40%, уровень бедности в 2012 году был где-то 10%, а сейчас около 20%, то есть, с 2012 по 2018 год уровень бедности Российской Федерации удвоился, то есть, увеличился вдвое, это факт, это неоспоримый факт. А, если мы посмотрим на структуру общества Российской Федерации, да, сколько людей работают в проходительных органах, силовых структурах, судебных органах и так дальше, и так дальше, скольким людям запрещены, не запрещены выезды с Российской Федерации, с территории, они не могут покинуть, потому что они служат в воинских частях или в государственных структурах и не должны получить разрешение. поэтому диктат, определенный диктат внутри российского общества чувствуется, а естественно, он не может не чувствоваться или не может не экстрадироваться на то, что называется диктат на тех людей, которые живут на Ордло. Когда была кампания избирательная, Путину предлагали упростить получение гражданства из числа тех людей, которые выехали с Донецка и Луганска, но он не пошел на этот шаг. То есть, мало того, есть огромное количество людей, которые там проживают. У меня был один, где-то недавно мы организовали какой-то YouTube канал, дискуссию, и моим оппонентом был человек, который проживает в Донецке. И вот он высказывал мнение и выражал такую позицию, что очень много людей, проживающих там, недовольны нынешней политикой Российской Федерации, потому что они надеялись на то, что их, как и крымчан, Россия присоединит к себе. А, безусловно, четвертый момент, по нашим данным, по данным, которые есть в Украине... Как это значит, Севастополь город русских моряков, а Донецк город, получается, русских шахтеров? Ну, как бы так, потому что даже по официальным данным, которые есть у нас и средства массовой информации Украины говорят, и достаточно много об этом говорят и россияне, что в ДНР и ЛНР созданы две группировки, два корпуса, численностью от 38 до 42 тысяч людей, которые либо уже под ружьем, либо могут быть призваны в ружье. Эти люди обеспечиваются кем-то, обеспечиваются, в том числе, за счет местного населения. кто же должен кормить их, кто же должен содержать. Поэтому, безусловно, Андрей, это давление, ну, скажем, мы можем себе лишь представить вот этот вот морально-психологический облик того простого человека, который живет, и не обязательно только в Донецке, Луганске, там же есть очень многих сел, которые сидят и, которые сидят, понимаете, и выживают. Более того, а эти люди уже мне пишут так, что мы уже привыкли к взрывам. Мы уже, когда взрывы какие-то происходят, ну, мы не боимся, мы не бежим в подвалы, потому что мы понимаем, то есть мы понимаем периодически взрывы, мы понимаем, когда эти взрывы будут. То есть люди психологически, понимаете, Андрей, они живут во время бомбежек, они живут, и их, вот это вот, скажем, восприятие мира происходит совершенно не так, как у нас. То есть, когда человек привык к бомбежкам, когда человек привык к смертям, когда человек, хотя к этому невозможно привыкнуть. Конечно, я думал, хотел вас пребить даже, как к этому можно привыкнуть. Да, это невозможно привыкнуть, но они живут в этой... Я, конечно, не могу привыкнуть другую вещь, да, вот, когда Путин там к Тулееву приезжает или как-то не встречается по поводу Кемеров, да, и я неоднократно в этой студии сам выражал, ну, что называется, такая формула, да, выражаем соболезнования, сочувствия, но как это, по-настоящему этому сочувствовать, это, ну, это просто непереносимо представить себе, что у тебя там погиб ребенок. Так вот, почему-то этот олигарх, который фамилию даже не вспоминаю, который владеет этим ТРЦ, еще там какие-то с фариками в России, там он всем владеет, где-то он живет, да, о нем что-то только написали в сети, и его там сыновья вот два там развлекаются, почему-то его Путин не дернул, не сказал, он же там все контролирует, Владимир Владимирович Путин, президент, который, конечно, на стороне народа своего, да, а что он не сказал там, дружище, что ты тут понастроил такое непонятное, давай как-то разбираться будем вместе, у тебя что, никакой ответственности нет, вот ответственность этого собственника этого ТРЦ, вот почему-то. Знаете, Андрей, в Российской Федерации, если мы уже этого просто зацепили, да, вспомнили, то... я тоже выразил соболезнование этому олигарху, которому соболезновать не обязательно, да? Даже представитель от КПРФ, да, господин Грудинин, да, за ним шлейф его счетов в Швейцарии был, то есть богатейший человек, да, и те же самые, то есть можно, мы можем сказать, что и политический истеблишмент, который поддержал Путина, и те, которые поддерживали того же коммунистов, да, коммунистической партии Российской Федерации, по названию это те, да, по названию, это опять-таки представители скорее олигархического group, то есть это представители крупной буржуазии, это не представители простого народа, там представители простого народа почти никого не было, что Жириновский господин, представитель – Ажонок, что Путин не дёрнул олигарха этого миллиардера? – А как он же его будет дёргать, Андрей, как он будет? – В Австралию написал ему телеграмму какую-то отбил, позвонил по пейджеру. – Я читал, что создан некий фонд, и как раз этот руководитель этого центра, он сказал, что он лично заплатит 3 миллиона рублей каждому погибшему, то есть реакция есть какая-то, но пусть россияне сами разбираются с этим. – Но мы начали просто разговор с того, что есть расстояние, я думаю, что здорово бы закончить. – Донецк и Луганск – это наша территория, Донецк и Луганск живут наши люди, это люди – граждане Украины, и при любых раскладах нам не, понимаете, я вот до сих пор не могу свыкнуться с одним, извините, что я в прошлом ухожу, с одним действием, которое произошло у нас, кто организовал блокаду Донецка и Луганска. Вот мне в голову до сих пор не может прийти, если там наши граждане живут, если там люди, которым тяжело. Мы взяли, еще сделали блокаду, мы наставили туда разных вот этих ребят, которые зарабатывают, наживаются на вот этих контрольно-пропускных пунктах, а какие крохи доходят к этим людям – это, конечно, очень тяжело. Более того, права человека. Понимаете, я читал не одно из официальных, скажем, сообщений комиссии по правам человека Организации Объединенных Наций и знаю, что в Украине, слава богу, есть силы, которые этим занимаются и которые, скажем, организовывают этот процесс, в том числе и глава комитета Верховного Совета Немиря. И вот это, по крайней мере, фиксация ситуации, фактаж их – это то, что называется по-простому информация для людей, или то, что называется мессендж, людям, которые там живут, что власть в Украине их не бросила, власть в Украине ими занимается, власть в Украине о них заботится, в тот способ, в тех вариантах, которые на следующий день возможны. Это здорово. Просто эту работу надо усиливать, ее нужно, понимаете, все равно это люди, которые там живут, они же общаются, сарафанное радио работает, смс работает, работают, какие-то связи, передачи информации через сарафанное радио это никто не отменял. И если есть ныне действующие власти, здравые люди, которые понимают, что надо делать, и организовывают эту работу, им просто респект, и о них знают нам, о них знают, о них говорят. Мне кажется, еще, знаете, какой вопрос? Поскольку мы говорим о Донбассе, есть еще оккупированная территория Крым, да, и она аннексированная, когда крымчане очень болезненно реагируют на то, что когда мы говорим о них, то есть мы как бы на большой территории Украины говорим о Крыме, о Крыме, о гражданах, которые там проживают, они говорят, они пишут в основном, что что ж вы нам рассказываете, что мы под дулом автоматов голосовали, вот мы проголосовали, мы будем голосовать, нам тут хорошо, зачем вы к нам лезете, да? то на самом деле, во-первых, есть группа, очень серьезная группа крымских татар, которая реально не поддержала эти выборы, которые реально не пошли на эти выборы, есть также, пусть небольшое количество, но граждан Украины, которые проживают на территории Крыма. И здесь есть такая, знаете, опять-таки, вещь, которая называется, а поддерживает ли государство Украина, граждан Украины, которые живут в Крыму. К сожалению... Не выйдите разговор в сторону Крыма, хотя это интересная тема, но... Я просто скажу одно слово. К сожалению, они уже граждане России все, да? С моей точки зрения... Согласен, да. Но с моей точки зрения... Им полегче, чем людям на востоке Украины, да? Понимаете, Андрей, я согласен, согласен с этим, но у нас нету программы никакой по... И они к бомбежкам не привыкли, как вы рассказываете, да, или там не могут... Раз вы такую линию заняли, я просто... Я хотел сказать, что у нас в Украине нету никакой правительственной программы по отношению к тем людям, которые проживают в Крыму. Ее просто нету. Три, как бы, буквально тезисы коротких, чтобы понимали нас люди, которые, конечно, как ни крути, но есть господствующая идеология, идеология господствующего, так сказать, слоя, там праздновал слой, назовем его красиво, как это Торстен де Блен называл там в Америке в прошлом, еще позапрошлом веке, да? Своих там капиталистов американских. Что есть, вот мы говорим о правах человека, о базовых правах, да? Так сказать, понимание того, что право сегодня и все, чему вас учили в университете, на философском, на юридическом, это возведенная в норму закона воля господствующего слоя класса. Такие есть. То есть, этот слой класс понятен. На примере этого олигарха, который дал поджечь свой какой-то там, а сам там Новозеландия, Австралия, где он там живет, что-то образует, поля какие-то у него гольфы или там дети играют в теннис, нас не интересуют, да? Это просто такая логика капитала и там возрастание стоимости, которое, конечно же, сама она не возрастает, а это производят какие-то люди во всем мире. И вот когда мы говорим об не просто ущемлении, а о, я бы сказал, возрастающем бесправии граждан Украины, которые находятся на территории неподконтрольных сегодня Киеву под диктатом просто военных администраций, то мы ставим вопрос только так. Участвует ли российская администрация, может быть, лично Путин, вот в этом возрастающем или возросшем бесправии? Вопрос такой как бы тонко звучит в сравнении с этими котлами, десятью тысячам погибшим, обстрелами с обеих сторон, которые были зафиксированы там и все, да? Но все-таки он остается, потому что права человека, там какие-то базовые, они нарушаются. Это точно, это фиксируется всеми там структурами. Да. Я уже сказал. И на это не обращают внимания, как мне представляется, ну так, может, я заблуждаюсь, в России вообще, да? Потому что есть вот это даже не кликушество, а есть такой раж вот этого великороссского, употребляют старинную, дореволюционную еще лексику великороссского такого, может быть, сегодня великопутинского шовинизма, помноженного, конечно, на такой ура-патриотизм, шапка-закидальство, что всех мы там от Сирии до, конечно, там про Крым я молчу, до этого Донбасса положим, если что, нашим этим оружием, которое мы все увидели, как там называется, в этом мультфильме, который показал Путин, да? Да. При всем там понимании всей трагедии, вот даже не трагедии народов, да, а, наверное, скажем так, трагедии там, мировой катастрофе, связанной с применением ядерного оружия, если это будет, как там было, Нагасима, Хиросима Нагасахи, да? Мы-то понимаем, что есть вещи более сегодняшние, повседневные, семиминутные, какие-то они более сложные и тонкие, связанные, как ни странно, с правами человека, да? И вот влияет ли, усугубляет ли позиция сегодня российской администрации вот это бесправие людей на территориях, которые там по тому закону, мы уточним формировку, да, временно оккупированной страной, агрессором России, да? Или своими местными администрациями, военными, удерживаемая в таком положении, при всей этой армии, при зарплатах, откуда это прочее? Дело в том, что на этот вопрос я отвечу очень просто, однозначно, однозначно влияет. Да, так долго формулировали, не все так просто. Потому что фактически признается всеми, ну, я говорил о Куте Волкере, можно о многих других говорить, признается всеми, в том числе и Российская Федерация говорит о том, что мы осуществляем гуманитарные поставки, гуманитарные конвои, мы своих не бросим. Так, фактически, руководителями в временных администрациях, оккупированных временных администрациях, являются ставлены Российской Федерацией. Это люди, которые четко, четко подчинены администрации президента Российской Федерации. Есть какой-то провод прямой, даже мобильный. Возьмите, просто хотелось у вас лично, потому что всегда интересно знать какие-то точные, вот здесь я бы сказал, оценки и суждения, связанные с нашей антикоррупционной политикой по НАЗК. Да, там же новый человек, и он как бы вроде бы избран. Куда мы без нее? Да, поскольку тренд борьбы с коррупцией тоже будет одним из ведущих у нас в избирательной кампании в этом политическом цикле, за этот период у нас мы топтались в трех позициях. Первая позиция, мы пытались создать антикоррупционный суд, но мы его так и не создали, и не создадим, это мое личное мнение. Мы говорили о том, что в НАЗК, в Национальном агентстве про защищение коррупции, произошли смена лидеров, смена руководителей. Была у нас госпожа Корчак, а стал сейчас господин Мангул, ну это такой парень Мангул, Саша, я его знаю с Министерства экономической развития и торговли, и могу вам сказать, что в 2012 году, в 2011-2012 году против него неоднократно проводились служебные расследования, где он был замешан сам в коррупционных скандалах, поэтому… Не поймали же? Мне смешно, ну не поймали конечно, мне смешно говорить о какой-то ротации. Ну и ротация произошла, но никаких изменений там не было и не будет. А вот то, что касается коррупции в плане, знаете, е-декларирования, и это такой третий момент, который был и сейчас еще пребывает на пике интересов некоторых политических сил. Ну и декларирование я не веду в целом, а в том, что до первого числа, вот до понедельника считайте, все должны чиновники, кандидаты в чиновники заполнить свои декларации и отправить на сайт на ЗК. В том числе, согласно изменениям законодательства, это должны сделать и эксперты антикоррупционеров, или те антикоррупционеры, которые работают в громадянских организациях, там Шабунин и все вместе с ним. И вот против этого, против того, ну как же, антикоррупционеры теперь тоже должны заполнять декларацию. есть давление на Украину и послами стран G7, и комиссаром, не одним из комиссаров Европейского Союза. Есть, я видел достаточно серьезную поддержку этой позиции и политических сил, в том числе Батьевщины, которые говорят, что мы должны, скажем, убрать, мы должны убрать эту норму, пусть наши антикоррупционеры не отчитываются за свои доходы и расходы. Но, тем не менее, последнее заседание в Верховном Совете ничего не изменило, поэтому они должны, как и все, отчитаться, должны все записать, должны все свои статки оформить и передать на сайт на ЗК. Возможно, на следующей неделе эта тематика опять будет актуальной, хотят собрать заседание лидеров фракции и хотят чуть ли не сделать какое-то досрочное заседание Верховного Совета, на котором рассмотреть этот вопрос и все-таки проголосовать за то, чтобы эксперты, антикоррупционеры, гражданские активисты не подавали свои декларации. Но мне кажется, Андрей, что по моим прогнозам и моим ощущениям, и знаете этот склад, ничего не получится. То есть, сдавали и будут сдавать. А я, Василий Ильич, хочу закончить. Неожиданно много как-то удавалось поговорить с людьми искусство. И вспомнился такое Энди Ворхол. Он же даже чуть ли не украинец. Говорят, что землячок у нас какой-то корневое отсюда. Воргола как-то, Ворхол. Ну понятно, Фабрика 60-е годы, Америка, World of Underground, все наши там, и Pop Art, и сегодня это стоит миллионы долларов. Так вот, Энди Ворхол как-то заметил, что в Америке, в Нью-Йорке появляется все больше галерей художественных. Наверное, по-настоящему становится все больше отличных художников. У нас прошли и декларации, и все больше, в Киеве особенно, задекларировали свои доходы статки миллионеры. И, видимо, от того, что миллионеров становится все больше, жизнь в Украине не такая уж плохая даже как-то и налаживается. Понимаете, Андрей, дело в том, что Украина – это мое убеждение, это не просто, знаете, политические какие-то вещи. Я реально знаю экономику страны. Богатейшая страна, богатейшая ресурсами страна. Слабое государство, вообще тоже слабые государственные органы, но страна, ресурсы земельные. У нас есть то, что называется, и слава богу, никто еще пока не трогает, ресурсы питьевой воды. Одни из, скажем, ну, я не скажу, что… Кока-кола качают, вывозят тут под Киевом, я слышал, какую-то пробурили скважину. Да, везде ее продают и так дальше. То есть, у нас есть земля, у нас есть вода, у нас есть леса. Естественно, у нас есть сырья, там, руда и все остальное. Есть просто один классик, который сказал, что я не могу, хочу закончить эту передачу словами, что Украина не бидна, она пограбована. Спасибо. С нами был Василий Вакаров. Продолжаем трансляции на Укрлайв ТВ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова